Михаил Зоченко. Брак по расчёту. «Раньше, граждане, было куда как проще», — сказал Григорий Иванович. «А которые женихи, тем всё было как на ладони. Вот, скажем, невеста, вот её мама, а вот приданная. А если приданная, то опять-таки, какое это приданное? Деньгами или, может быть, домик на фундаменте? Ежели деньгами, благородный родитель объявляет сумму. А ежели домик на фундаменте, то опять-таки иная речь. Какой это домик? Может, деревянный, а может, он и каменный. Всё видно, всё понятно, и нету никакой фальши. Ну а теперь? Нутика суньте теперь, который жених не разбери-бери. Потому что у теперешнего родителя привычки такой нет давать деньгами. А которые женихи на имущество ориентируются ещё того хуже. Скажем, недвижимое имущество. Висит шуба на вешалке. Ну, висит и висит. Месяц висит и два висит. Каждый день, например, её можно видеть и руками щупать. А как да дело, то шубу эту не угодно ли комнатный жилец повесил. И вовсе она не невестина. Или перина. Глядишь, перина, а ляжешь на неё, а она пером набита. Вот вам и имущество. С таким имуществом крови больше испортишь. Ах, чего только не делается на свете. Не разбери-бери. Я старый революционер. С девятого года во всех партиях перебывал. И то у меня голова кругом. И не разбираюсь. Только есть одно, которое невесты служат. У тех без обмана. Ставка, разряд, категория. Ну и тут обмешуриться можно. Мне вот понравилась одна. Перемигнулись. Познакомились. Старые да барые. Где, говорю, служите? Сколько получаете? Дескать, разряд ваш и ставка. Служу, говорит, на складе. Ставка такая-то. Ну, говорю, мерси, отлично. Вы, говорю, мне нравитесь. И разряд ваш симпатичный. И ставка, ничего себе. Будем знакомы. Стали мы с ней кинематографы посещать. Плачу я. Посещали неделю или две. Ультиматум ей ставлю. Вводить, говорю, в дом. Ввела в дом. Ну, конечно, в доме старушка-мамочка. Папашка этакий старый революционер. Дочь невеста, и при ней я. Жених вроде бы. Дальше больше. Хожу к ним в гости и приглядываюсь. С мамашей на философские темы разговариваю. Дескать, как им живется, не туго ли? Не придется ли оборони создатель помогать? Нет, отвечает. Насчет помощи нам не надо. А что-то приданного не совру. Приданного нету. Хотя бельишко и полдюжины ложек можно отсыпать. Ах, говорю, старушка, божий цветочек. Полдюжины или вся дюжина там видно будет. Стоит ли об этом говорить раньше времени? Мне, говорю, ваша дочка и так нравится. Все-таки разряд пятнадцатый. Льготы, талоны. Это мне вроде бы приданное. Ну, старушка, божий цветочек. Слезы. И папочка, старый революционер, прослезился. Что ж, говорит, женись, милый, если так. Ну, обручение. Разговоры, вздохи. А старушка, божий цветочек, насчет церкви намекает. Неплохо бы, дескать, в церкви окрутиться. А я говорю, окрутимся и так. Я говорю, старый революционер. Не дожидаясь чистки, ушел из партии. Не могу идти против своей совести. Не настаивайте. Поплакала старушка. И папаша, старый революционер, прослезился. Однако соглашаются. Женились мы. По утрам молодая, красивая супруга отбывает на службу. А в четыре назад возвращается. А в руках у ей сверток. Ну, конечно, снова нежные речи. Дескать, вставай, Гриша, пролежь не пролежишь. И опять слезы от счастья и медовый месяц. И вот длится эта дискуссия два месяца по новому стилю. Но только однажды приходит молодая, красивая супруга без свертка. И вроде рыдает. О чем, говорю, рыдаете? Не потеряли ли свертка, оборонисоздатель? Да нет, говорит. Что значит сверток? Уволили меня по сокращению. Да что вы, говорю, помилуйте. Да, говорит. Позвольте, говорю. Я от вас приданного не требую. Но, говорю, я на службу ориентировался. А молодая супруга неутешна. Да, говорит. Уволили, как замужнюю. Помилуйте, говорю. Да я сам на вашу службу пойду. Объяснюсь. Это немыслимо. И вот надел я поскорее штаны и вышел. Прихожу. Заведующий, эдакий старый революционер с бородкой. Я ему под лицо объясняю всю подноготную. А он уперся и говорит, ничего не знаю. Я ему про преданное. А он, говорит, в семейные дела не касаюсь. Я говорю, я тоже старый революционер с пятого года. А он из помещения просит честью. Попрощался с ним и домой. Прихожу. Супруга сидит и не плачет. Что же, говорю, плакать перестали? Я говорю, на вас женился. А вы сокращаетесь? Беру ее за руку и идем к мамаше. Спасибо, говорю, за одолжение. Думаете, дюжину ложек дали и баста? Ну, старушка, божий цветочек, слезы. И папаша, старый революционер, прослезился. Все, говорит, от Бога. Может, говорит, и так проживете. Хотел я папашке за это по роже съездить. Да воздержался. Еще, думаю, в суд стерва подаст. Плюнул я другу в жилетку и вышел. А теперь я развелся и ищу невесту. 1923 год